Валерий Кузьмин, директор А.Семкин 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 это аутологичный продукт, получали вакцину путем трансфицирования геном AGFP, причем плазмиды с этим геном мы получали из Института биологии РАН, и мы пролечили две группы больных с раком почки и с меланомой, это в адевантном режиме и в палеотивном режиме, пролечили 80 пациентов, и когда мы все посчитали, мы результатов не получили, но когда прошло 6 лет, видите, мы занимались с 2001 до 2013 года, а через 6 лет мы увидели, что ряд пациентов, получивших эту вакцину, продолжали жить, видно было, что вакцина данная сработала. Мы вернулись к этим исследованиям, изучили именно суперсирующие факторы, которые были у этих пациентов и выявили, что вот та группа больных, у которых был низкий уровень именно суперсирующего фактора МИКЕ, вот они, у них сработала эта вакцина. И когда мы выделили эту группу благоприятную, с низким уровнем этого иммуно-суперсирующего фактора, мы увидели, что эффективность, видите, зеленый график слева, именно вот этих пациентов, которых лечили, которые были отобраны с этим уровнем иммуно-суперсирующего фактора, эффективность была даже выше, чем у аналогичной группы больных с меланомой при лечении современными иммунными препаратами, и пелемумабом, и неволумабом. Там была медиана 7 лет, а в нашей группе получилось 10 лет. При оценке эффективности в адевантном режиме, при меланоме, видите диаграмма сверху, мы видим, что существенный разрыв в эффективности лечения вакцинами по сравнению с другими стандартными методами лечения. А в палеотивном режиме эффективность мы не обнаружили. То есть при наличии остаточной опухоли эффекта нет. Но, конечно, главный наш продукт – это дендритоклеточные вакцины. Создавали вакцины на основе собственных моноцитов, которые получались в периферической крови. В лаборатории в результате воздействия стимулирующих факторов мы получали дендритные клетки, активировали нашим клеточным продуктом. Вот видите, верхний ряд – это получение клеточного продукта. Это наше ноу-хау. Я потом поясню. Это из 9-ти клеточных линий меланомы кожи. И после того, как получали дендритные клетки, активировали, продукт был готов к применению. Несколько слов о раковом эмбриональном антигене. Почему мы на нём остановились? Этот антиген имеет место в эмбриональных тканях, в нормальных здоровых тканях его мало, он тут только избранная ткань. А при изучении этого антигена в опухолях мы увидели, в данном случае видите диаграмму, вот справа – это профиль этого антигена. У эпителиальных опухолей при меланоме и саркомах мягких тканей, видите, везде этот антиген есть. Профиль одинаков, только уровень разный. Поэтому за основу, то есть этот антиген является универсальным, может быть использован при разных опухолях, а в качестве донора этого антигена мы взяли меланому именно 9-ти линий. И, видимо, вот с этим получился эффект этой вакцины. Что касается результатов, 20-летний наш опыт применения у больных, вы видите, база данных – это около 600 пациентов, вот такая вот красивая пестрая диаграмма справа, этот цвет – это нозологическая форма, размер круга – это количество больных, преимущественно, вы видите, это синий, коричневый – это меланома и саркома тканей. И самое главное, что мы применяли вакцину только у больных с исчерпанными возможностями стандартных методов лечения, тогда, когда доказанных методов лечения уже не было. То есть это больные поступали, когда мы им уже ничем не могли помочь. Использовали в качестве одевантного режима, после выполнения первичной операции, или повторной после рецидива, либо палеотивной, когда остаточная ткань еще оставалась. Это регламент применения вакцины. Вы видите, в начальный период интервал между введением вакцин, он короткий – две недели, а тогда, когда это получается в течение длительного времени, а иногда это продолжались годы, когда опухоль оставалась на прежнем уровне и не росла, эти интервалы увеличивались до шести месяцев. Что касается эффективности, вот посмотрите, слева вверху диаграмма, сверху выживаемость при… Это мы уже рассмотрели, геномодифицированные вакцины. А вот ниже графики, это верхний график зеленый, это наша вакцина Катывак, она эффективна по сравнению, однозначно эффективна по сравнению с другими стандартными методами лечения. Монохимиотерапия, полихимиотерапия, полная цитроредукция или рутинно-стандартная иммунотерапия интерфероном. Справа в паллиативном режиме лечения меланомы применение вакцины по сравнению с другими методами лечения. Здесь мы взяли набор пациентов больший, различные методы лечения, использовали многофакторный анализ, чтобы можно было сравнивать. И когда мы оценили, мы, конечно, увидели, что эффективность, конечно, вакцины, она несколько ниже, чем применение при современных иммунных препаратах анти-ПД-1, анти-СТЛ-4, анти-БРАВ, но в то же время она находится вот в той группе самых современных средств и выше, чем стандартные методы лечения. Применение при саркомах, это внизу диаграмма, вы видите, к сожалению, в настоящее время ничего современного, кроме моно- и полихимиотерапии нет, но эффективность вакцины сравнима, по нашим данным, даже несколько превосходит, но надо учитывать, что при лечении саркомы быстро исчерпываются возможности силы организма из-за химиотерапии, а вакцина терапии отличается низкой токсичностью и иногда это остается единственный способ лечения сарком. Мы последние два года применяем вакцину для лечения глиобластом. Вообще-то 56 пациентов с опухолями центральной нейросистемы, 80% это больные с глиобластомами. Вот слева диаграмма, это каждый пациент кирпичного цвета, это применение вакцины, ведь есть пациенты, которые живут до сих пор и больше пяти лет, а в основном это набор в течение последних двух лет, и наши исследования показали, вот предварительные данные, что выживаемость до прогрессирования составляет 10 месяцев, это хороший результат, а медиана выживаемости года наблюдения 83 пациента продолжает жить. В сравнении с реестрами, например, американским, там одногодичная летальность 45%, а применение современных стандартных методов лечения 16 медиана выживаемости 16 месяцев, это наши предварительные результаты даже несколько лучше. То есть мы возлагаем надежду на лечение вот такой солидной опухоли тоже. Хотелось бы отметить, что дендридно-клеточная вакцина отличается низкой токсичностью и в 40% нежелательное явление бывает только легкой степени, которая легко купируется, либо вообще не надо купировать. А вот внизу, посмотрите, там это обзорная статья, показывающая нежелательное явление при современных, применении современных иммунных препаратов, насколько разница, насколько разница высокая, насколько там более выражены побочные явления, и это очень важный фактор нашей вакцины. И несколько слов я хотел бы сказать о следующем клеточном продукте, которым мы сейчас занимаемся. Это CAR-T, это Т-лимфоциты с антигенным химерным рецептором. Это когда тоже экс-виво пациенту в лабораторных условиях генной инженерой вживляет этот химерный антиген, который меняет свойства антигена этих лимфоцитов, и при введении в организм они активируют эффекторные рецепторы, то есть, по сути дела, тот же механизм активирует иммунитет противоопухолевый. Эта технология занимается уже давно. Вот первая публикация об эффективном полном излечении в 2013 году при остром лимфопролиферативном лейкозе, а вот в прошлом году, видите, справа внизу зеленого цвета диаграммы, это наши итальянские коллеги опубликовали эффективность при нейробластоме, то есть, есть какая-то перспектива применения вот этого клеточного продукта при солидных опухолях. В настоящее время в России зарегистрирован только один продукт, это навартиса, кимрая, но, по-моему, три года, как зарегистрировано, нет ни одного случая лечения, потому что очень дорогая и логистика нарушена, часть этапа изготовления вакцины происходит за рубежом. Что касается наших исследований, мы занимаемся несколько лет в составе вот четырех учреждений, они справа вверху изображены. Мы создали свой продукт PGCT002, это анти-CD19 аутокар нового поколения, направлен на лечение прориферативных заболеваний, сложных, подающихся стандартными методами лечения и инновационность архитектуры, вот кар-структуры в том, что предотвращается избыточная активация и достигается максимальный уровень прориферации, это дает высокую эффективность и меньше выраженный побочный эффект. По нашим данным, доклиническим, а доклинические исследования мы уже провели, она должна быть даже более эффективна, где-то в полтора раза, чем иностранные аналоги и с меньшей токсичностью. И в настоящее время мы регистрируем производство и я надеюсь, что в конце года, в начале следующего года мы уже будем применять у пациентов соответствующие патологии с лимфопрориферативными заболеваниями в режиме индивидуального назначения в учреждениях, где это производится. Это сейчас позволяет нормативная база. Несколько слов хотел бы сказать о сопоставлении этих, что наша вакцина, она действует как самостоятельно, так вместе с химиотерапией, после операции, с лучевой терапией. Очень хороший эффект профилактический для профилактики рецидивов и мы надеемся, что в конце концов она будет эффективна в группе риска, когда мы ожидаем наследственные формы заболевания. Ну а развитие картехнологий, конечно, пойдет в сторону солидных опухолей и очень эффективно при распространенных опухолях. Разрешите на выводах не останавливаться, у меня уже лимит времени исчерпан. Я хотел бы сказать, что это очень перспективное, пожалуй, самое перспективное направление, персонифицированное, потому что основано на собственных клетках иммунитета. Спасибо.